Движение поездов на серой ветке метро остановлено на участке от станции Боровицкая до станции Нагорная из-за человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. На Серпуховской-Тимирязевской линии нет движения поездов от Боровицыкой до Нагорной из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. В Одинцово загорелся автомобиль при попытке его завести. Местные жители пытались потушить возгорание своими силами, но безуспешно. Оперативно прибывшие пожарные потушили автомобиль, но к сожалению он выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Не, ну площадь горения выше, бензин кончится раньше. Все правильно. ДТП на юге Москвы. На Варшавском шоссе в районе дома номер 9 столкнулись 9 автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за ДТП движение транспорта в сторону центра было затруднено на расстоянии 3 километра. ДТП на юге Москвы. На Севастопольском проспекте столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Universal Ford Focus Taxi. На кадрах с уличных камер наблюдения видно как водитель автомобиля Chevrolet стоял в ожидании разрешающей поворот стрелки. Заметив как встречный поток стал притормаживать, водитель Chevrolet приступил к маневру. В этот момент по крайнему правому ряду двигался автомобиль такси. Автомобили столкнулись. После удара Chevrolet развернуло в противоположную сторону, а такси отбросило далее по ходу движения. Из участников ДТП никто не пострадал. Предварительно ДТП произошло из-за невнимательности водителя Chevrolet, который при совершении маневра не пропустил встречный транспорт. Севастопольский проспект в районе дома 37. В столице началась новая промывка с шампунем дорог и тротуаров, сообщает в телеграм-канале пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. В 12 часов ровно началась третья промывка специальным моющим средством после зимы всех отсуток бетонных и плиточных покрытий дорог и прилегающих к ним парковок, тротуаров, дворовых территорий. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и не мешать прохождению колонн техники, говорится в сообщении. ДТП на юго-востоке Москвы. На Волгоградском проспекте столкнулись инкассаторский автомобиль Volkswagen Crafter и пешеход на электросамокате. Водитель инкассаторского автомобиля поворачивал на территорию административного здания в районе дома 32 по Волгоградскому проспекту. В момент маневра в боковую часть автомобиля врезался мужчина, управлявший электросамокатом. По счастливой случайности серьезных травм он не получил. На место ДТП прибыл экипаж ГИБДД для оформления происшествия. Предварительно ДТП произошло из-за невнимательности мужчины на самокате, который при движении отвлекся от дороги и не заметил спецтранспорт. Автобус сбил пешехода на Большой Никитской улице в центре Москвы. Об этом сообщается в канале столичного Диптранса. Сегодня в 15 часов 15 минут на Большой Никитской, дом 24 дробь 1 произошло ДТП пешехода и автобуса номер М6. По предварительной информации пешеход переходил дорогу в неположенном месте, говорится в сообщении. Отмечается, что в результате происшествия пешеход получил травмы, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. В центре Москвы после проведенных работ по модернизации остановок общественного транспорта, одна из них стала иметь двойное название. Остановка в районе Екиманка 3-й Кадашовский переулок стала именоваться как 3-й Кадашовский проезд. При этом на информационной табличке с маршрутом рейсового автобуса фигурирует изначально верное название 3-й Кадашовский переулок. Не исключено, что при установке информационной стойки павильона была допущена техническая ошибка. Использовать в районе Екатериев. Отпуло-зуковое освобождение. Продолжение следует... Продолжение следует... В столичном районе Тропарева Никулина произошло возгорание в торговом павильоне, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Москве. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу, улица 26 Бакинских комиссаров, дом 2А, прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одноэтажном, отдельно стоящем торговом павильоне. Горело оборудование и имущество на площади около 100 квадратных метров, говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что принятыми мерами пожар потушен. Информация о пострадавших не поступала. КИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok На Ярославском шоссе после ЦКТ в Москву горит бензовоз, трассу перекрыли. Ночью 18 апреля поступило сообщение о происшествии по адресу, улица Северодвинская, дом номер 19. Водитель, не справившись с управлением авто при выезде село от Сташковского шоссе на внутреннюю сторону МКАДа, съехал в технологический котлован. На место происшествия были высланы пожарно-спасательные и аварийно-спасательные расчеты ГКПСЦ. По прибытии пожарные и спасатели приступили к аварийно-спасательным работам. С помощью автокрана ПСО 201 ГКПСЦ автомобиль достали из котлована, деблокировали водителя и передали его наряду скорой помощи. К сожалению, в результате происшествия водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Пал травы в районе 104-го километра МКАД. На многополосном проспекте на юго-востоке Москвы умный пес перешел дорогу, дождавшись разрешающего сигнала светофора. Очевидцы в центре Москвы сняли на видео необычного представителя фауны. В акватории водоотводного канала на Садовнической набережной был замечен бобер. Животное грызло ветки деревьев и на удивление горожан не обращало никакого внимания. О том, как бобер мог оказаться в реке в центре мегаполиса, автор ролика не сообщает. И, соответственно, вот у нас дом музыки на Павелецке. И вот он до бобер. Я вообще просто обугливаю. О, что он? Продолжение следует...